Многие люди буддисты, даже если никогда не слышали о Будде. По своему мировоззрению, по своему философскому пониманию, по отношению к жизни, многие из вас буддисты, просто еще об этом не знаете. Буддизм – это учение о истинной природе вещей. Будда об этом рассказывает. И когда мы узнаем об этом, мы начинаем с того, что работаем с принципом причины и следствия, и чтобы избежать страданий и боли, которые возникают, если мы неправильно воспринимаем природу вещей. Потом у нас развивается сочувствие, потому что мы замечаем других бесчетное множество, а я только один. Кроме того, человек начинает замечать, что мир подобен сну, все постоянно меняется. И тогда решает развивать все свои качества. И здесь очень важно понимать, что мы не можем быть чем-то, что все время меняется. И каким бы здоровым и красивым ни было тело, оно не может оставаться таким навсегда. Да, в моем случае, например, не сохранилось в таком виде. Поэтому на этом мы не можем строить свое развитие. Другие люди считают, что являются своими мыслями и чувствами, которые скачут то вверх, то вниз. Но они тоже меняются. И тогда человек осознает, что он является тем, что осознающим, который знает, что происходит, является зеркалом за картинками и отражениями. Глубоким неизменным океаном под волнами. Тем, что смотрит нашими глазами и слушает нашими ушами здесь и сейчас, а не всеми теми явлениями, которые появляются и исчезают. И это осознание делает людей бесстрашными. Две тысячи моих учеников прыгали вместе со мной с парашютом. Я очень занят, но мне с ума удалось прыгнуть сто раз. И все люди, которые прыгают с этих первых людей, они всегда говорят, что буддисты они особенные. Они всегда держат глаза открыты, они желают расширить вещи. И это потому, что они не думают, что они имеют тело, который может быть вернен как молот, как молот. Но они имеют такой осознание, такой空, который делает вещи возможны, и такой осознание, который никто не понимает. И инструкторы, которые прыгают с моими учениками, говорят, что с буддистами прыгать очень приятно. Они все время, они не закрывают глаза во время прыжка, они хотят управлять парашютом. И это потому, что они не считают себя своим телом, которое может переродиться кротом в случае чего, а знают о том, что являются пространством, которое позволяет всему происходить, и осознаванием, которое знает и понимает происходящее. И это бесстрашие, хорошая основа для всего остального. Тогда мы перестаем быть похожими на человека, который идет в кино, с большим количеством рублей, надеясь на хороший фильм. Теперь мы хозяин кинотеатра, проиграть невозможно. И с этого, на этом уровне бесстрашия и радости, мы замечаем, что существа хотят счастья, они знают, как его достичь. И тогда мы становимся добрыми. И на самом деле, все, что нужно для того, чтобы быть буддистом или получать пользу, получать и переносить пользу с помощью учения Бунды, это осознавать то, что смотрит нашими глазами. Мы можем применять еще дополнительные специальные методы, где мы строим в уме образ Будд, которые бывают дающими покоя, успокаивающими, обогащающими, увеличивающими возможности или очаровывающими. Или с очаровывающими и защищающими мы издаем определенную вибрацию, которая создает мост между осознаванием снаружи и внутри. Затем мы растворяем эти формы в свете, сливаемся с ними и остается только голое осознавание. И когда мы выходим из этого состояния, вокруг нас чистая страна, все интересно, у всех существ есть природа Пунды. Спасибо. 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 Вы красиво. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.